Добрый вечер! Пришло время подвести итоги этого дня в студии Анна Маскаленко и вот главные темы. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выплатах пострадавшим от паводка. Первую за Уралом кефопластику позвоночника с помощью отечественного оборудования провели в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выплатах пострадавшим от паводка. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое прошло в правительстве региона. В случае подтопления приусадебных участков речь идет о 10 тысячах рублей на домовладение. Там, где вода зашла в дома, о 30 тысячах. Окончательное решение о мерах поддержки будет принято сегодня. Здесь очень внимательно, быстро надо отреагировать. Я прошу документы такие наши утвердить и начать работать комиссиями на местах и, естественно, работать с жителями, которые будут обращаться и уже, я знаю, частично обращаются за поддержкой. Кроме того, глава региона поручил уточнить границы населенных пунктов и муниципалитетов, где обстановка остается опасной и требуются серьезные меры реагирования. Сейчас в зоне подтопления остается 478 жилых дома в девяти муниципалитетах Алтайского края. Наиболее сложная обстановка в Первомайском и Михайловском районах. Главы этих муниципалитетов, руководители Главного управления МЧС, Гидромедцентра и Минтранса доложили о паводковой ситуации губернатору. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Оперативно приняты и проводятся дополнительные противопаводковые мероприятия. В том числе устанавливаются водоналивные дамбы, проводятся углубления вододводных траншей, проводится отсыпка земли в низменных участках местности, В связи с подтоплением ограничено движение на девяти участках автодорог. В Михайловском, Завьяловском, Слонешинском, Волчхинском, Бурлинском и Новичихинском районах. Дорожные службы дежурят на всех участках. Ситуация критическая, оценивают спасатели. Микрорайон Лосихин остров в Первомайском районе затопило. Всего там 270 домовладений и примерно в 110 зашла вода. Последний раз, вспоминают местные жители, река Лосиха разливалась так четверть века назад, в 1999 году. Даже в 2014 при наводнении участки затоплены не были. Жителям вода стала подходить к домам. Некоторые дома уже зашла она, над уровнем пола стоит вода. Вчера мы приняли решение, что нужно делать дамбу, отсыпать, так как лед не вскрылся еще. Поэтому отсыпали со стороны правобережного тракта и со стороны Лосихина острова. Когда дамбу начали делать, вода стала уходить. Сегодня снова начала подниматься. Поэтому решили экскаваторами раскапывать затор под мостом на реке. Техника работает, откачивает воду. Но прогнозов, когда же все нормализуется, пока нет. Земля сильно промерзла. А это значит, что впитываться воде некуда. Из-за сильного промерзания грунта в некоторых местах глубина промерзания составляет от метра до двух метров. В зависимости от количества выпавшего на данное место снега. То есть, когда снег осенью не упал и наступили морозы, началось промерзание грунта. В данный момент проводятся работы по откачке воды с подтопленных приусадебных участков и перекачке ее на другое место. То есть, чтобы отвезти воду, в данном случае только такая представляется возможность. Как сообщает региональный МЧС, в период вплоть до 3 апреля ожидается вскрытие нескольких рек. Это река Аллеи в районе города Аллейска. Уровень воды будет продолжать подниматься. Возможно, подтопление прибрежных территорий населенного пункта. Такие же прогнозы по реке Чапша в районе села Красногорское. Ожидается вскрытие реки Черыж в районе населенного пункта Белоглазого. Спасатели не исключают образование заторов льда. Если вы живете в зоне паводка, необходимо заранее подготовиться к вероятному подтоплению. Обязательно соберите в непромокаемый пакет одежду, обувь, деньги, документы, запас еды и питьевой воды на 3 дня. А также необходимые вам медикаменты. В случае подтопления не поддавайтесь панике. Отключите газ, электричество и воду. Закройте окна и двери. Отвяжите и выпустите домашних животных. По возможности перенесите ценные вещи и мебель на верхние этажи. Займите ближайшее безопасное возвышенное место. Следуйте указаниям спасателей и представителей органов местного самоуправления. Прибудьте к указанному сроку на эвакуационный пункт. В случае подтопления звоните на единый телефон экстренных служб 112. Следуйте инструкциям спасателей. Индексация социальных пенсий, повышение зарплаты медиков, запрет алкомаркетов в многоквартирных домах и другие изменения ждут жители России и Алтайского края с сегодняшнего дня. О новых законах апреля расскажем далее. С 1 апреля социальные пенсии по старости, инвалидности и потери кормильца проиндексировали на 7,5%. Повышение коснулось более 4 миллионов человек. На это в бюджете заложено 37,5 миллиардов рублей. Добавлю, страховые пенсии по старости увеличили в январе также на 7,5%. Окладная часть зарплаты врачей и медсестер увеличивается на 50% от общей суммы выплат. Это первый шаг к выравниванию зарплат медработников в регионах. С 1 апреля они начнут получать повышенную зарплату за март. При этом дополнительные выплаты сохраняются. Правила приема экзаменов на права в госавтоинспекции меняются с 1 апреля. Сдать вождение теперь легче, однако усложняется допуск к экзаменам. Количество штрафных баллов увеличивается до 7, то есть можно допустить две дополнительные ошибки и все равно сдать экзамен. Увеличиваются сроки пересдачи. К примеру, прийти на четвертую и последующие пересдачи можно будет в промежутке от 6 до 9 месяцев. Регионы теперь могут регулировать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Кроме того, местные власти смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в так называемых наливайках, расположенных в многоквартирных домах. С 1 апреля ужесточается контроль за оборотом табачной и никотин-содержащей продукции. Нарушение требований грозит административной ответственностью. За оборот товара без маркировки или за продажу несовершеннолетнему предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей, а также конфискация изделий, продукции, оборудования и сырья. Елена Самарина, новости. Первую за Уралом кефопластику позвоночника с помощью отечественного оборудования провели в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Медики частично восстановили сломанный позвонок у пациентки, которая не могла ходить от боли. Что за методикам узнала Анастасия Меншакова. Чихнул и сломал позвоночник. Безмолвная эпидемия. Так некоторые врачи называют неизлечимый остеопороз. С возрастом минеральная плотность костей снижается. Любое неловкое движение и компрессионный перелом тут как тут. Снаружи позвонок крепкий и плотный, но внутри губчатый по структуре. Ячейки истончаются. Происходит схлапывание. Такие схватки были, что вот как меня щипцами закует, я не встать ни ногой не могу. Ну, сильно были такие приступы. Терпела месяц-полтора дома. Потом уже поехала по больнице. Пациентка поступила в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле с диагнозом патологический перелом позвонка на фоне остеопороза. Врачи решили сделать кифопластику. Операция подходит тем, у кого позвонок сросся не окончательно. Через педикулу позвонка, это такое анатомическое образование, под местной анестезией через прокол иголкой, вводится игла прямо внутрь тела позвонка. Через иглу вводится баллон, специальный плотный баллон, который гидравликой, просто водой, грубо говоря, расширяется и делает тело позвонка выше. Естественно, это не позволяет сделать его таким, какой он был, да, целым. Но, по крайней мере, помогает увеличить этот позвонок, чтобы не было выраженной кифотической угловой деформацией. И что дальше? А дальше вот эта полость заполняется специальным костным цементом. Это первая за Уралом операция с применением именно российской системы кифопластики. Раньше была только зарубежная. Мы видим, что потихоньку идет у нас импортозамещение, да, и на сегодняшний день уже довольно много изделий, которые произведены в России, отвечающие всем стандартам качества и безопасности, которые мы здесь применяем. И ими можно пользоваться, достигая прям хороших клинических результатов. Сегодня Нина Тихоновна готовится к выписке. Спустя два дня после операции женщина уже видит результат. Теперь ничего не болит. Я могу встать, ходить и руками, и ногами, как говорится, а то я даже пеник не могла взять в руки. Вообще спасибо всем врачам и хирургам. Важно регулярно обследоваться у врачей для профилактики и чтобы обнаружить остеопороз на ранней стадии. Но даже в запущенных случаях алтайские медики знают, что делать. А с появлением отечественного аналога импортного оборудования у врачей стало больше возможностей помочь пациентам вернуться к полноценной жизни. Анастасия Меншакова, Дмитрий Козерлыга. Новости. Мало производить вкусную и качественную продукцию. Нужно знать, как преподнести ее покупателю и чего он хочет. Тренды в кондитерской и хлебопекарной промышленности обсудили в Барнауле на отраслевой конференции. Торговый дом «Премиум класс» представил алтайским производителям готовые решения. Тренды в кондитерской и хлебопекарной промышленности до 2030 года стали главной темой отраслевой конференции «Вкус завтрашнего дня». 80 алтайских производителей обсудили, что хочет современный потребитель. Ключевое – запрос на правильное питание. Например, хлеб с протеинами и обогащенный йодом. Нужно уже сегодня работать с ассортиментом будущего, но работать нужно сейчас, потому что потребитель хочет современную продукцию – яркую, вкусную, качественную, полезную, функциональную. И сегодня мы говорили об этом с нашими партнерами, как это сделать с помощью тех или иных ингредиентов и решений. Организатор конференции – торговый дом «Премиум класс». Он больше 15 лет поставляет продукты питания алтайским кондитерским и хлебопекарным предприятиям. В Барнаульской компании хотят, чтобы наши производители шли в ногу со временем, поэтому пригласили на конференцию ведущих маркетологов страны. Говорили в том числе, как важно развивать бренд. Как работать с неймингом, с названием, как работать с упаковкой – это очень важно. Как работать с целевой аудиторией – это вообще такой, знаете, кругольный камень брендинга. Не понимая целевую аудиторию, очень сложно создать качественный продукт, который будет понятен потребителю. Есть такое очень классное выражение, что продукт, который подходит всем, не подходит никому. Участников конференции познакомились с новинками сырья – смесями, заквасками, улучшителями, начинками и кремами. Тут же можно было попробовать готовые изделия из них. В дальнейшем наши технологи помогут претворить это все в жизнь. Мы поможем предприятиям запустить эти хлеба, эти кондитерские изделия здесь у нас в Барнауле, на их линиях на производстве. Производители получили готовые решения. Хоть завтра внедряй на производство и будь в тренде. Покупатель получит то, чего действительно хочет, а производитель – дополнительную выручку. Яна Аксенова, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости. Уже 4 апреля в Барнауле откроется образовательный центр Юрия Башмета. Он будет работать на площадке Алтайского музыкального колледжа. Первые уроки в новом центре юным музыкантам и педагогам даст известный пианист Дмитрий Маслеев. Как рассказала министр культуры региона Елена Безрукова, 4 апреля в Краевой филармонии пройдет концертная программа Юрий Башмет «Молодым дарованием России». Вместе с Дмитрием Маслеевым на сцену выйдут учащиеся Алтайского музыкального колледжа Барнаульских детских музыкальных школ номер 2 и 5, Барнаульская детская школа искусств номер 8, а также симфонический оркестр Краевой филармонии. «Пятого числа наш гость, ну уже собственно с пианистами, понятно, что каждый преподаватель учит детей своего профиля, будет давать серию мастер-классов и заниматься с ребятишками, которые станут участниками этой школы. И так каждый месяц в течение года, а это не разовый проект, он будет являться постоянным, то есть начинаем в этом году и продолжаем дальше». Сегодня при поддержке официальной Барнаульской лиги КВН, Краевого дворца молодежи и Алтайского государственного университета было подписано соглашение о развитии КВН движения в регионе. В договоренности входят определенные правила, по которым будут сотрудничать КВН Лиги Края. Например, как проходит игра, какие темы могут быть представлены, как правильно подготовиться к выступлению. В этом году заявки на участие в игре подали 26 команд, и только 19 из них вышли на сцену. «Сейчас мы КВН расцениваем как некий социальный продукт, некий социальный инструмент для работы с молодежью. То есть это многогранность КВН, уникальность его в том, что мы ставим некие стрессовые условия, это работа в команде, это работа на публику, это публичные выступления, это умение находить выход в непростых ситуациях, когда у тебя через час выход на сцену, тебе нужен реквизит, вот именно такой, и его надо найти. Или тебе надо подобрать определенные слова. То есть это все у молодежи формирует гибкий ум». Клуб веселых и находчивых – движение, которое объединило активных людей с чувством юмора. Барнаульская лига КВН появилась в 2001 году. За годы ее существования в лиге участвовали более тысячи человек. Большинство команд состоят из студентов. Для университета это не только престиж, но и показатель активной жизненной позиции студентов. «С февраля этого года участвуют 19 команд, и из них только 7 команд из Алтайского государственного университета. Понятно, что это творческая самореализация, понятно, что это команда образования, понятно, что это продвижение личных способностей и самопрезентации. И чем больше студентов проходит через вот эту школу, тем они более уверенно себя чувствуют в дальнейшем, в вырослой жизни». Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров и директор Краевого дворца молодежи Анна Сальникова. Теперь опорный ВУЗ будет проводить постоянные игры в течение сезона в регионе. Сегодня 1 апреля, день смеха. Мы выяснили, как разыгрывали жители Краевой столицы и какие шутки им запомнились больше всего. «Мне запомнился в детском саду у нас на работе. Над детьми так посмеялись. Кашу положили в стакан, а чай налили в тарелки. У тебя, допустим, там развязали шнурки, а шнурков-то, собственно, и не было никогда. Допустим, там замок был». «Я один раз свою маму разыграл то, что у нас во двор упала торпеда от ракеты. Но она, конечно, не поверила». «То колесо спустит, то машина сломалась. Мы ввиду с профессией». Спасибо, что были с нами. У меня на этом все. Я желаю вам хорошего вечера. Не переключайтесь. Ну и, конечно, отличного настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!